Следующего нашего гостя довольно трудно застать в Израиле. Он постоянно находится в разъездах по всему земному шару на разных кинофестивалях. Режиссер Леонид Прудовский, во-первых, я поздравляю, потому что, если я правильно понимаю, ты только что привез из Соединенных Штатов сразу на двух фестивалях приз за лучший короткометражный фильм за картину «Добро пожаловать» и примите наше соболезнование. Расскажи, пожалуйста, о фестивалях немножко и о картине, естественно. Привет. Я должен сказать, что я не привез приз, потому что я там не был. Я был в другом фестивале. Я был в Норвегии, но вот надо было наоборот сделать. Но, видишь, так получилось, что я был в Норвегии, я ничего не привез оттуда. Я даже деньги не привез, там очень дорого жить, там, по-моему, даже воздух стоит денег. Вот, поэтому я могу рассказать про норвежский фестиваль, и там французский, и где там еще был. Я был в Киеве и в Киеве. Знаешь, давай расскажи про фильм тогда. Давай, а кто расскажет, будет я? Конечно, ты будешь рассказывать, кто автор картины. Значит, фильм я и написал, и снял. И, ну, это такая, получается, комедия в жанре мокументари. То есть... Фиктивная документальная картина. Да, то есть, да. Слушай, о, я долго думал, как это все объяснить по-русски. Замечательное объяснение. Мальчик, 12 лет, с папой, с мамой и с старенькой бабушкой прилетают из России. Когда происходит? В 91-м году. То есть, самое начало Большой Алии. Да, да, да. Ну, то есть, практически, это моя история. Я, когда был маленький, то есть, мне было 13, правда, когда я приехал, я снимал все своей маленькой любительной, не такой маленькой, кстати, любительской камерой. Дорога режиссера. Да, 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 да. Банально, но так. И сейчас, написав вот этот сценарий именно про вот этого мальчика, который тоже 12 лет, приезжает с бабушкой, и с папой, и с мамой, они вот прилетают. Фильм начинается в самолете незадолго до приземления. И весь фильм происходит вот в этом таком, как называется, вот это лимбо такое. В зале прилета? В зале прилета, где мы все получали, там, Туда, Толе и все эти сертификаты эмиграции. А почему такое название? Потому что обычно все те, кто недоволен тем, что их не пустили в свое время в Америку, им пришлось приехать в Израиль, все воспринимают это название как такую некую печальную иронию по поводу того, что оказались в итоге в Израиль. «Добро пожаловать, ну и, дорогие мои, примите наши соболезнования». Но тут не в том дело. Я думаю, что на уровне сюжета не в том дело, но на уровне идеи где-то, я думаю, что дело и в этом тоже. Ну, а дело в том, что, на самом деле, буквально в первых кадрах фильма бабушка, ну, так сказать, плохо себя чувствует, вроде умирает, и, получается, весь фильм они должны делать что-то с трупом, с телом. Но это не так легко, потому что... Непонятен статус. Непонятен статус. Она вроде и не мигрировала, потому что никто не приземлился. А в законе написано, что, типа, еврей должен быть живой, то есть человек. А то, как говорит один из персонажей фильма, а то сейчас все, кто умер в Диаспоре, сейчас все в Израиль приехают, придут хоронить. Это невозможно. И начинается такая вот, типа, ироничная сага бюрократии. Это черная комедия. Да, это черная комедия, которая выглядит как документальный фильм. И, кстати, не раз на фестивалях у меня действительно были такие, ну, может быть, немножко странные люди, хотя черт его знает, которые реально верили, что это... Настоящая документальная картина. Да, до пятой минуты почти все, по-моему, или там до третьей минуты почти все верят, что это настоящая документальная картина. Но есть такие особенные, такие граждане, которые до конца фильма, вот, как бы, балдеют, как так можно, но... Но с удовольствием узнают это как реальность. Давай вместе посмотрим трейлер картины. Давай посмотрим трейлер. Мы не можем дать гражданство мертвому человеку. Она умерла, потому не в Израиле. Как такое в голову может прийти вообще? Шмурик? Этси. Я из службы безопасности. Миш, выключи, пожалуйста, камеру. Скажи мне, а почему ты выбрал такой жанр мокументари в фиктивное документальное кино? Началось все с того, что был сценарий, комедия была, все было уже хорошо, мы получили деньги, и, соответственно, того бюджета, что у нас было, ну, как никак не хватало, чтобы сделать нормальный фильм, как я хотел бы, да, то есть сотни статистов, большие спейсы, где снимать, вот. Вот, и, ну, и продюсер сказал, ну, не знаю, надо что-то делать, вот думаю, что делать, и все. Я пошел думать, долго я думал, ну, и, в принципе, ни к чему не пришел. Ну, однажды я стал, ну, что, перед сном, или, не помню тот момент, но вот что-то я помню, я был в кровати, было темно, и я стал думать, я стал вспоминать свои моменты, которые я помню, как ребенок, в этом зале ожиданий, всякое такое. И вдруг меня осенило, что вот как классно, я же снимал тогда, а вот, а вот если это сделать, вот, как будто я и сейчас снимаю, то есть я маленький, это было тогда, потому что, то есть, опять же, это не пришло оттуда, это пришло от моих мыслей, но тогда же, если я снимаю с маленькой камерой, я маленький, 12-летний ребенок, вот так вот, во-первых, мне не нужно сотни людей, мне хватит, там, 50 статистов, ну, и, во-вторых, если это будет такая дерганная камера, которая не обязана, так сказать, показать зрителю весь зал, потому что мальчик, мальчик не может залезть наверх и снять весь зал. То есть, как бы, получается, получается, я себя ограничиваю и этим спасаю. Ну, и получился такой фильм, что вот все, все через эту камеру, и как-то практически, наверное, достоверно, хотя, наверное, ошибок допустили. Скажи мне, а зачем ты возвращался в начало 90-х, в начало большой ли, и потому что, например, там, костюмы, стайлинг и так далее, все нужно было на 20 лет назад возвращать, чему не сделать, не перенести ситуацию в сегодняшний день, таким образом сэкономить еще часть бюджета? Ну, секундочку, секундочку, ну, фильм показывает именно вот этот исторический момент, когда вот этот миллион или 100 тысяч, неважно, мигрантов попадают в Израиль вот так вот ударом в 90-91 году, и всех, со всеми надо что-то делать. Но сейчас сколько? 18-19? То есть тебе важна была вот именно и атмосфера этой огромной? Это было самое важное. Это люди, которые ничего не знают об Израиль, это люди, которые только что вырвались из Советского Союза, который еще в Советский Союз и уже, и вот-вот, уже перестанет быть Советским Союзом, и будет СНГ, и когда границы открыты, когда можно, то есть, сказать, за границу, и глазки открыты, и пытаемся понять, что там и как. А ты помнишь эти ощущения? Во-первых, ты был ребенок, во-вторых, прошло 20 лет с тех пор. Ты все еще помнишь эти ощущения? Я, да, ну как бы, мы помним обычно действия, а через действия мы помним ощущения, обычно. Я помню, что происходило, я помню, куда я смотрел, помню, что мне было сказано, что я думал, ну и, соответственно, все это начинает приобретать мясо такое ощущение эмоциональное. В моем случае мне повезло, у меня была реальная идея, как это сделать, что как бы и 20 лет назад, но как-то получается. Да, проблема в том, что в Израиле, если нет таких вот идей, которые как бы переламывают вот этот вот момент бюджетный, то очень трудно делать кино, это правда. Ну что ж, я тебе пожелаю успехов на творческом пути, и, естественно, еще призов этой картине, и следующих картин уже с большим бюджетом. Спасибо. Леонид Трудовский, режиссер, большое спасибо. Спасибо.